всем приветики забрала такую посылочку с почты и это в общем такой вот брелок только уже покруче этот у меня весь замученный настрадавшийся весь такой стертый старенький здесь в общем лазер и фонарик а там помимо лазера и фонарика ну тоже лазер фонарик но еще и и ультрафиолетовый фонарик ту сторону я показывать не буду в таком пакете пришло потому что та сторона вся не заклеена да и там все стерлось плохо видно поэтому отдал из за него 89 центов ну грубо говоря 90 но на этой коробочке почему-то написали 2 доллара коробочка пакет у нас почтовой с пупыркой был вот он и вот сам брелок таком от пакетики и здесь даже есть такой крючочек я не знаю если там батарейки было бы хорошо если бы они там были на вид он побольше чем этот ну во-первых и повыше и во-вторых потолще то есть ну размеры видно что потолще и в руках он чувствуется как потяжелее тоже такая наклейка как и на том было что danger опасно лазерная радиация не направлять что-то такое длина луча 630 650 нанометров 5 мили ватт ну и в общем что не работает потому что видимо нет батареек открываем нет батарейки есть почему тогда не работает может что-то не так так ну я сейчас попробую разобраться в чем тут дело ну видимо какой-то пока плохой контакт был потому что не нажимал они не работал но когда открутил батарейки выпали вставил их назад закрутил и все заработало вот он мазер прям так жестко так в глаза светит и мт когда те так когда ты видишь такое вот в глазах как-то мне попасть так вот то это плохо для глаз как-то мне попасть так куда это так светил красиво где 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 о когда ты такой в глазах видишь такой вот блик то это плохо для глаз поэтому глаза лучше не направлять в камеру то ладно глаза не надо вот такой вот в глаза не надо просто хочу все в камеру попасть так красиво смотрится но это реально сложно чуть как-то вот именно красиво смотрится но этом на камере в глаза лучше так не надо потом следующее это первая кнопка была у нас первая кнопка у нас включает лазер то есть мы держим пока держим горит лазер отпускаем гаснет вторая кнопка включает ультрафиолет ультрафиолетую фонарик один раз нажимаем просто нажимаем и она включает фонарик ультрафиолетовой второй раз нажимаем включает просто фонарик третья раз нажимаем гаснет и это кстати круто здесь нужно что лазер вот включаешь нужно здесь правда батарейки слабые нужно держать лазер и нужно фонарик держать а тут можно лежать только лазера фонарик не нужно держать что принципе логично потому что мать это опасная штука ему нужно работать когда ты его держишь авторик принципе наоборот удобно что наши нажал его и не держал также удобнее ты включила муж когда-то положить а тут нужно именно держать то есть не может включить и положить а здесь это удобно очень удобно круто и батарейки здесь кстати побольше если здесь три батарейки здесь они вот такие маленькие ну правда еще подлаживал шайбочки потому что батарейки уже стали плохой контакт имеется из такие вот маленькие батареечки таблеточки такие вот маленькие а здесь батареечки уже такие серьезные и он так туго откручивается прям такие же по серьезной батареечки тоже три вот и закручивается уже как-то по-надежнее там она слабо как-то закручивалась она просто маленькая и резьба то маленькая все маленькая как-то на не особо надежно так закручивалась здесь прямо закручивать так хорошо вроде как ну и можно даже попробовать использовать литра филет попробовать посмотреть знаки на денежках еще круто то что есть такая вот мощная штука за которой может цепляться за что-то если на предыдущем брелки здесь просто было одно колечко маленькое 2 побольше а я вместо него повесил вот такое такую штучку которая можно легко открывать и закрывать это уже собственность было такое же колечко в оригинале только чуть побольше их 20 было маленькое большое или одно было и не помню очень я переделал на собственно альсу уже готовая такая большая удобно вешать будет на ключи или на поезд куда угодно но наша вот эта штука не раскрутилась потому что здесь у меня бывало вот эта штука раскручивался она падала вот ну а у насчет ультрафиолета что-то какой-то ненастоящий ультрафиолет пример вот если взять денежку 100 долларов и присоединить с ультрафиолетом тут эти ворсинки они должны светиться они не светятся что-то как-то просто синий фонарик но по идее вот эти вот ворсиночки эти вот ворсинку видно да это просвечивается это просто водяной знак ворсиночки они должны светиться они не светятся я не знаю может попробовать выключить свет чтобы было лучше видно ничего не светится хотя вроде мне как кажется вот эти вот ворсиночки они должны светиться но ничего не светится короче какой-то ненастоящий ультрафиолет хотя если посмотреть темноте то видно что даже что-то и светится но правда здесь из-за вспышки на телефоне не особо видно ну и за вот куда свечу фонариком он видно такая какая-то точечка светится но она одна всего лишь как-то слабо не он вроде похоже на ультрафиолет так-то но как-то слабо с другой стороны тут же вот пакет фиолетовым становится темноте хотя так он если включить свет так он вроде как серый темноте аж фиолетом становится и он похоже на ультрафиолет это ультрафиолет это фонарик это лазер принципе так неплохо работаете были покачено все новое заряженная она вот с ультрафиолетом скорее всего в деньгах че такого особо нет на там просто маленькие вот эти все ворсинки хотя я вот взял друг другую денежку и вот здесь если посвятить эта линия желтой становится вот она эта линия которая типа защитная она желтая становится вон она какая желтая становится просто фонариком посвятить то она как бы никак себя не проявляет просто просвечивается но он слова аюса 50 то есть реально ультрафиолет то есть еще один один зависит видимо на 100 долларах не так сильно много этих ворсинок ультрафиолетовых здесь видно вот усы 50 просто такая надпись без особого без ничего а с ультрафиолетом она желтая вон какая реально желтая становится то есть работает а я думал не работает а значит я круто с этой стороны такая когда на встречаться на светavilion она выглядит желтый когда с этой стороны светится она где-то оранжевая начинает специалица под пальцами она такая типа оранжевая становится просто на камере плохо видно а вот в реале она так а типа оранжевой асток странка светишь то она с этой стороны видно как желтая такого сильно круто это действительно настоящая ультрафиолетовая полоса то есть работает получается круто а если взять двадцатку долларов посвятить на нее с этой стороны она получается как будто бы голубая он светишь кого-то таким голубым с этой стороны становится с которой светишь а с той стороны если светишь наш зеленая становится красиво смотрится к зелененькая становится от ультрафиолета от обычного фонаря просто текст от обычным фонарем светишь текст так ничего не видно даже вообще ничего не видно с этой стороны а с той стороны просто текст просвечивается но когда включаешь ультрафиолет вот она все и раскрывается зелененькая красиво без этого фонарика я бы даже и не узнал что он такое есть ну а вообще я имел ввиду вот такие вот светяшки такие вот линии которые светятся ну в общем можно сделать вывод что вот это вот настоящий ультрафиолет просто что так то и не поймешь оказывается на долларах этих ворсинок обычно которые когда на тяньке светишь там такие ворсиночки типа светящиеся от ультрафиолета на долларах почему-то этих ворсинок мало ну они есть там еще это ворсинки но они не светятся там редко редко какая маленькая ворсиночка размером миллиметра два светится хотя на наших деньгах обычных деньгах не долларах эти ворсиночки длинные они прям светится только что пробовал посвятил на них они реально светятся и там их много светится просто что может быть у них есть срок годности типа когда не светится когда не перестают может этим долларовым уже столько лет что они типа перестали светиться то что там видно эти ворсиночки но некоторые из них не светятся вот и я попробовал хотел на камеру это показать но на камеры почему-то это плохо вообще очень плохо видно на наших обычных деньгах как они светятся но это плохо видно глазом светишь они реально так вот зажигаются эти ворсиночки загораются но на камере это очень плохо видно поэтому я решил не стал показывать но суть в том что по линиям на долларах по светящимися ленточкам долларах оранжевое и зеленое уже было понятно что это действительно настоящий ультрафиолет такой вот фонарики прям доволен теперь у меня брелок аж с тремя фонариками обычный ультрафиолет и лазер и причем он реально покруче чем тот который у меня был вот и батарейки здесь побольше может быть он и светить будет подольше не так быстро разряжаться какая-то потому что этот когда пользуешься лазером общем ну очень быстро разряжался этот может быть подольше будет вот такой вот брелок с тремя фонариками прикольная штука мне прям нравится вот ну а на этом все всем покидава